В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Нужна ли в городе круглосуточная аптека? Очередное обращение в городской дозор. Хранители истории. 21 февраля, Всемирный день экскурсовода. ХК Саров провел предпоследнюю встречу в рамках Кубка Шелкового пути чемпионата ВХЛ. Далее расскажем обо всем подробно. Нужна ли в городе круглосуточная аптека? С этим вопросом в редакцию нашего канала обратились обеспокоенные жители города. Саровчане не раз сталкивались с ситуацией, когда лекарства бывают необходимы ночью. Но оказывается, что приобрести их в городе просто негде. Единственная круглосуточная аптека, которая находилась в Старом районе, сейчас работает с 7 утра и до полуночи. Подробности далее. Боль, недомогание или обострение хронического заболевания. Такие неприятные ситуации могут поджидать человека в любое время суток, даже ночью. И хорошо, если в домашней аптечке найдется необходимое лекарство. В противном случае за нужным медикаментом придется бежать в аптеку. Только вот застигнутым врасплох саровчанам идти некуда. В городе нет круглосуточных аптек. Вечером, ночью понадобятся лекарства какие-то и нельзя, где купить. Очень плохо. Тяжело-то бывает не только до 12, до скольки, а круглосуточные. И все. Они должны быть. Большая проблема. Я думаю, что это не очень хорошо, потому что если потребуется какая-то медицинская помощь, то людям придется вызывать скорую. Последняя круглосуточная аптека в Старом районе сейчас работает с 7 утра до 9 вечера в открытом режиме, а с 21 до полуночи лекарства саровчанам отпускаются через специальное окно. Перерыв в работе аптеки составляет 7 часов. Если необходимость в лекарстве возникла именно в это время, горожанам предлагают обращаться в неотложку. Если какая-то ситуация ночью происходит, это явно экстренная ситуация, оказать помощь мы, квалифицированную в такой ситуации, не можем. Мы можем предложить безрецептурные какие-то вещи. А если это серьезная помощь, это экстренные службы. Скорая помощь МЧС. Круглосуточная система работы аптеки в Старом районе существовала несколько лет. Медикамент отпускал дежурант, который работал только в ночные смены. Но не так давно в системе работы аптек произошли изменения и требования к фармацевтам значительно ужесточились. Заставить человека работать в ночные смены мы не можем. Это и неудобно для сотрудника самого. И охрана по-другому осуществляется. Ну, то есть, как бы это чисто затратно очень по рынкам. А мы коммерческая организация, как и все остальные в городе. По словам сотрудников аптеки, в ночное время она не пользовалась большим спросом у сыровчана. Основной наплыв покупателей приходился на дневное и вечернее время. А если необходимость в лекарстве возникла именно ночью, покупка обезболивающего ситуацию не спасет. Человеку необходима помощь врача, а не фармацевта. Это очень неудобно, потому что бывает по-разному. Больные люди. Куда ж еще обращаться? А в скорую бесполезно, потому что у них там, как правило, не бывает ничего. Температуру или что-то серьезно надо купить. Надо ночью жить. А ночью закрыто. Куда бежать и к кому обращаться при боли или других различных недомоганиях, решать каждому. Но помните одно, мы сами в ответственности за свое здоровье. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Трищины в стене с первого по пятый этаж, запах канализации в подъезде и ненадлежащее состояние балконов. Жители дома номер 21 по улице Шверника всерьез озадачились вопросом состояния общедомового имущества. Регулярное обращение в управляющую компанию результата не дали. В причинах ситуации разбиралась наша съемочная группа. Целый букет проблем образовался у жителей дома по улице Шверника 21. Отсутствие замков на подвальных помещениях, осыпающиеся плиты балконов и исписанные подъезды – меньшее из них. Больше всего жителей беспокоит трещина в стене. У нас проходит трещина по всему дому и с восточной стороны, и с южной стороны. Дом разделился на две части. Причем эта трещина с каждым годом увеличивается в размерах. Жек в свое время пытался нам как-то эту проблему решить. Я вот вижу, замазывали неоднократно. Где-то и жильцы с первого этажа, если смогли достать, то же сами конопатели. Но эти меры не помогли. Стена промерзает, а на пятом этаже, по словам жильцов, трещина практически сквозная. Обычный косметический ремонт здесь не поможет. В плачевном состоянии также система водоотведения и канализации. Что касается канализации, она постоянно засоряется, и в подвале всегда стоит вода, стоит запах от этой канализации. И у нас такое мнение жильцов, что она не справляется со своей основной задачей. Со своей проблемой жители дома обратились к депутату по своему округу Петру Смирнову с просьбой помочь разрешить ситуацию. Очень серьезная проблема, которая касается возможного обрушения дома и так далее. И опять же, это и холод, и вот особенно в зимнее время года. Поэтому это обращение уже с моим депутатским обращением отправлено в государственную жилищную инспекцию для проведения проверки по данной проблеме. А также в департамент городского хозяйства и в МУП-центр ЖКХ для принятия мер. В центре ЖКХ нам объяснили, как образовалась трещина в стене дома по улице Шверника 21. Деформационный шов – это конструктивный элемент дома, это не трещина. Это запланированное рассечение, так сказать, блок-секции этого дома. В современных домах он закрыт металлом. Мы в ходе предстоящего весеннего осмотра, естественно, его осмотрим, и необходимые мероприятия по его заделке произведем. С водоотведением и канализацией вопрос более сложный, и исправить его в ближайшее время не получится. Чтобы избавить жителей дома от засоров и запаха, необходимо провести капитальный ремонт всех сетей. Эти работы региональным операторам капитального ремонта запланированы на 2029-31 годы. По просьбам саровчан внесены изменения в график уборки улиц. 25 и 26 февраля автовладельцы настоятельно рекомендуются убрать транспорт возле дома номер 15 по улице Некрасова. Там пройдет механизированная очистка дороги от снега. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства сообщает, что с 1 марта изменится время отправления некоторых автобусов с автостанцией «Тупиковая». Речь идет о четырех маршрутах – 11, 12, 1 и 1А. Подробно об изменениях в расписании движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте sorov24.ru. В Сарове начали принимать заявки на участие в праздничной ярмарке «Масленица-2019». Она пройдет 10 марта в парке культуры и отдыха имени Зернова. Заявление об участии можно подать по адресу улица Давиденко, дом 9. Более подробная информация по телефону 53210. Саровчан приглашают принять участие в открытом Кубке города по ловленному армышку со льда. Он пройдет в воскресенье 24 февраля на Пруду Вознесенском в одноименном селе Нижегородской области. Приглашаются все желающие. Более подробную информацию можно узнать на официальной странице Саровской федерации рыболовного спорта ВКонтакте. Хранители знаний и творческих достижений человечества. Без их интересных рассказов не обходится ни одно посещение музея, картинной галереи или выставки. 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Люди этой профессии могут поведать посетителям интересные истории, скрывающиеся за редкими и порой уникальными экспонатами и картинами. Она знает все о каждом экспонате своих отделов. Старший научный сотрудник Александра Ломовская работает в городском музее 50 лет. Именно она ознакомит взрослых и детей с природой родного края, его историей и героическим прошлым жителей. Гид с полувековым стажем отметила три главных качества профессионального экскурсовода. В первую очередь, наверное, какой-то человек должен обладать обаятельностью, ну и, конечно, хорошими знаниями, ну и в-третьих, это чувствовать свою аудиторию. Александра Степановна проводит не только интересные экскурсии, но может рассказать увлекательную историю о том, как появилась та или иная экспозиция животных. Где и с каким трудом в 90-е годы руководство музея доставало чучело обитателей Саровских лесов или коллекцию тропических бабочек. Экскурсовод старается сделать каждый свой рассказ особенным. Все равно я перед каждой экскурсией открываю книги, открываю свои записи, что-то еще дополняю, что-то пишу. Александра Степановна помнит привычный Саровчанам музей другим, когда он только начинал свою работу в этом здании. Первым открывшимся отделом был ее родной биологический. 50 лет – это много, но, как признается сама Александра Степановна, смелости уйти на пенсию не хватает. Представлю себе, что мне сегодня утром уже не надо будет идти. Я не могу представить. И вновь Александра Степановна садится за рабочий стол, чтобы готовиться к новой экскурсии. Читает, изучает, узнает новые факты, чтобы сделать свой рассказ интересным и увлекательным для посетителей. Метание гранат, стрельба и спасение летчика. Накануне Дня защитника Отечества в Саровском политехническом техникуме имени Бориса Глебевича Мутрукова провели военно-тактическую игру «Дружина». В борьбу за главный приз вступили более 100 студентов. В полевых условиях ребята продемонстрировали не только хорошую физическую подготовку, но и слаженность действий своих команд. Торнадо, ракета, пингвины и орлы. 18 студенческих команд вступили в борьбу за главный приз в тактической игре «Дружина». Несмотря на пронизывающий ветер, юноши и девушки на время проходили все этапы военно-полевого квеста. Цель данного мероприятия – это вывести молодежь, подрастающие поколения, на улицу и на природе, на лыжах, с оружием, с переправами. Все это дело попробовать, как это бывает на самом деле. Второкурсник Кирилл Жигольцов уже участвовал в различных военно-патриотических играх. Но впервые задания максимально приближены к реальным полевым условиям. Молодой человек считает, что участники его команды хорошо подготовлены, а главное – готовы бороться за победу, несмотря на суровые погодные условия. Десять этапов, по которым группа в составе шести человек должна пройти каждый этап. Именно командная работа, именно идет сплачивание команды, группы. У каждой команды свое задание. И если одни сражаются на снежном поле в лазертак, другие готовятся выполнять самые сложные испытания военно-тактической игры. Мы должны будем найти пилота, по данному разведку, который потерпел крушение со своим самолетом и упал. Его нужно спасти. Не обошлось без полевой кухни. Горячий чай и гречка с тушенкой добавили сил студентам и педагогам. А погреться можно было в палатке у походной печки. Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили специальную площадку, где все желающие могли потренироваться в сборке-разборке автомата, снаряжении магазина патронами, а также познакомиться с образцами вооружения. Чемпионат подзюдо среди служащих войск Росгвардии прошел в нашем городе. В соревнованиях приняли участие подразделения, входящие в состав Саровской дивизии. За победу боролись военные Саратовская, Пензенская и Ульяновских областей. Лучшие спортсмены отправятся защищать честь дивизии на чемпионат Привозского федерального округа. Олимпийская система, семь весовых категорий, несколько комплектов медалей и девять сборных. Военнослужащие Саровской дивизии надели кимоно и вышли на татами, чтобы побороться за звание победителя чемпионата под дзюдо. Дзюдо самое – это гибкий вид спорта. Где-то надо уступить, чтобы выиграть. В армии где-то что-то, ну, так же надо, где-то схитрить и в конце концов выиграть. Так же и дзюдо. Разрешены броски со стойки, с колен, удушающие приемы, запрещены захваты ниже пояса. И это только малая часть правил, которые необходимо строго соблюдать участникам соревнований. За их выполнением следят судьи. Для того, чтобы положить соперника на лопатки, у участников есть ровно четыре минуты. У нас не только дзюдо, много видов военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта. И в том числе, вот, олимпийский вид спорта дзюдо. В целях популяризации спорта, а также успешного выполнения служебно-боевых задач военнослужащими, потому что в повседневной деятельности необходимо им применять также боевые приемы, приемы борьбы. Военнослужащие войсковой части 3473 города Заречного Алексей Спирин успешно прошел отборочный этап. А по итогам полуфинальных поединков завоевал себе право выйти в финал. Здесь, конечно, развивает и ум, и силу, координацию, все вот эти акробатические нумера. В общем, хороший спорт. Победители, которые определятся в каждой весовой категории, будут защищать честь Саровской дивизии на следующем этапе соревнований. Хоккейный клуб Саров завершает свое участие в Кубке Шелкового пути чемпионата высшей хоккейной лиги. В предпоследней игре наша команда принимала на своем льду спортсменов из Самары. Имея преимущество по ходу встречи, хозяева льда старались сохранить его до финального свистка арбитра. О результатах игры расскажем в следующем репортаже. Саровской хоккейной дружине удалось распечатать ворота самарских спортсменов уже на первых минутах матча. Во втором периоде хозяева льда подтвердили свое преимущество и смогли забить сопернику три шайбы, получив в ответ всего одну. На перерыв команды отправились со счетом 4-1. Устали проигрывать, бежали вперед. И всем приятно болельщикам, всем тренеру. Всем это нужно. Третий период оказался богатым на голевые моменты. С первых минут игрового отрезка соперникам удалось завладить шайбой и забить в наши ворота гол. А после отправить еще два. Отыграться наши спортсмены смогли только в самом конце игры. Итог матча 6-4. Самое главное достижение, что мы болельщиков саровских порадовали. Мы сидели, посмотрели, порадовались за свою команду. Главный тренер хоккейного клуба «Саров» Игорь Аверкин доволен игрой своих подопечных. По его мнению, встреча с хоккейным клубом ЦСКА ВВС оказалась сложной, но ребята справились и преодолели все препятствия, которые им создавал соперник. Соперник имел преимущество в территориальных, так скажем, позиционных атаках. Мы удачно поймали на контратаках, забили. Сегодня оборона играла плохо. Ну, в целом, да, молодцы, хоть до конца бились. В этом году саровская дружина не смогла пробиться в десятку лучших команд высшей хоккейной лиги. Заключительная игра в рамках ВХЛ для нашей команды пройдет 22 февраля в Ледовом дворце. Хоккейный клуб «Саров» скрестит клюшки с пензенским дизелем. Начало игры в 18.30.